Субтитры делал DimaTorzok Здесь оказываются все идеи и сценарии, застрявшие на этапе разработки Погоди, неужели всё это время мы были в мультике? Конечно Зумеется нет, это просто сон, или сказка, и нам просто нужно найти выход Тут ведь есть выход Выход есть! Помнишь, как я наступил на книгу в библиотеке? Тут всё такое же, можно просто найти бумажку с нашим миром и вернуться в него пока Вы не лишитесь самих себя Бежим Он должен быть рядом, я это чувствую Кажется, вот он Ешь бы сработало Ой, это плохо Спокойно, я знаю что делать Внезапно, Роман и Ева снова оказались в своём мире Готово Ева, а почему тут написано пилотный эпизод? Ох, оладушки Быть не может Поздравляю, мы провалились сквозь ткань времени и попали во вчерашний день Это значит, что я смогу взять учебники вовремя Хех, не сегодня Думаю Нужно скорее найти Василису Она точно сможет починить всё своей магией Эй, я же уже убрал эту книгу Роман, не отвлекайся, нам нужно найти Василису Как же хорошо, что мы смогли найти учебники Ну, теперь нас обоих ждёт самый обычный учебный год А да, а ещё множество друзей и классных приключений А я, наконец, окажусь на доске подсчета И вся школа Зу уважает меня Прикольно Этого не было Этого никогда не будет Что-то тут не так Мальчик, откуда ты взялся? Василиса Игоревна, это я, Роман Нам с Евой нужна ваша помощь Пожалуйста, расколдуйте нас Я не волшебница и колдовать не умею Мога ведь не существует А как вы тогда объясните всё это? Это ошибка 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 Роман, что случилось? Материса Игоревна нас не помнила, а потом и вовсе исчезла. Это было ужасно. Ах-ха-ха, вы думали, что отсюда так легко выбраться? Мы просто ошиблись. Сейчас мы попытаемся снова, и всё получится. Идём роман. Интересный факт. Повторение одних и тех же ошибок в ожидании разных результатов называется безумием. Они сдохнут. И что ты теперь придумала? Помнишь, что в той сказке, куда мы попали, была волшебная берёза? А, она могла исполнять желание. И мы можем попросить у неё, чтобы она всё исправила. Именно. Похоже, ты уже успел её убрать. Вот она. Теперь твоя очередь. Мы могли бы просто коснуться её. Так веселее. Эй, я же уже убрал эту книгу. Роман, не отвлекайся. Нам нужно найти Василису. Бам. Эх, вот бы это кто-то увидел. Вот уж 70 лет живу, а такого чуда не видывал. Берёза, пожалуйста, исполни моё желание. Эм, ладно, допустим, чего ты хочешь, бумажное дитя. Мы желаем снова стать реальными. Что же за колдунство на этой поляне приключается? Вы двое какие-то странные, мы все и так реальны. Как говорил французский философ Ренни Декарт, я мыслю, следовательно, я существую. Откуда ты вообще его знаешь? Эй, я волшебная берёза, а не бревно безмозглое. Нет, в смысле, этого не должно было быть в сказке. Ах-ха-ха, ох, девочка, разве это сказка? Пожалуйста, только не снова. Раскраю вам секрет бумажки. Нельзя просто вписать себя в чужой сценарий, не испортив его. У тех, кто живёт прошлым, нет будущего. Точно, всё это время мы попадали в прошлое, а нам нужно было вернуться в настоящее. Там Василиса расколдует нас, и мы снова заживём, как раньше. И кажется, я уже вижу нужный нам листочек. Ну так бежим скорее. Ох, бумажки, если бы всё было так просто, я бы уже вернулась домой в Подлескин. Роман и Ева снова появляются перед Василисой. Готово. Это место уже исказилось. Неужели мы опоздали? Что с вами случилось? Василиса Игоревна, нам нужна ваша помощь. Мы с Евой попали в производственный ад, а затем оказались в прошлом, но что-то пошло не так. Пожалуйста, помогите нам всё исправить. Роман, я не могу вас спасти. Вы застряли там навечно. Я и подумать могла, что вам придётся узнать обо всём вот так. Пожалуйста, простите меня. Вижу, вы наконец-то поняли, отсюда нет выхода. Производственный ад Вичин. Неужели мы больше никогда не вернёмся домой? О, да. Так и кончится мультфильм романа Ивы. Эй, мы хотя бы пытаемся спастись. Ты сама хоть раз пробавила? Ах-ха-ха. Думаешь, я просто смотрела, как мой мир умирает. Думаешь, я не пыталась всё исправить? Переписать историю и создать хорошую концовку. Это было бессмысленно. Я здесь по другой причине. Погоди, ты знаешь, как ты сюда попала? Это было очень просто, Ева. Сначала актёр опаздывает с озвучкой. Художник с дизайном. И вот уже режиссёр решает бросить всё, чтобы заняться более успешным мультфильмом. Этим мультфильмом были вы. Я оказалась здесь из-за вас. Вы украли мою жизнь. И знаете, что в этом самое худшее? Вы упустили свой шанс создать хорошее шоу. И теперь мы все застряли в этой низкобюджетной помойке. Кажется, я всё поняла. Всё это время мы пытались выбраться из ада. Но не задумывались над тем, почему мы здесь оказались. Мы попали сюда, потому что были плохим образовательным шоу. А значит... Нет. Всё не так просто. Всё не может быть настолько просто. Мы можем вернуться, если станем хорошим шоу и будем учиться вместе с нашими зрителями. Звучит странно, но нужно попытаться. КХМ, мы подходим к концу и самое время подвести итоги. Если у вас не получается решить проблему, вы уже найдёте её причину, и только тогда станет ясно, как всё исправить. А ещё нельзя постоянно уходить в прошлое. Ведь тогда вы потеряете не только будущее, но и настоящее. Кажется, это сработало. Это не честно. Неужели всё это время я могла? Неужели? Я всё же могу вернуться домой. Нужно лишь начать новую историю. Будь не может, у нас получилось. Вы сделали это. Не знаю как, но вам всё-таки удалось выбраться. А что нам делать теперь? Я не хочу быть персонажем в мультфильме. Как это остановить? Остановить? Э, спокойно. У нас в подлескине не так и бывает. Плюс я уверена, что когда этот мультфильм закончится, продолжения у нас не будет. И что тогда случится с нами? Это мы сейчас и узнаем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok